Этот фильм о тех глубинных изменениях, о той чудовищной трансформации, которой подверглись российские СМИ в последние 18 лет, благодаря чему они стали смертельно опасны для всего мира и прежде всего для самой России. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности, эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Путин и его режим вышли из телевизора. Для этого им надо было убить журналистику. Это фантастика. То, что показала Россия, как можно за 6 месяцев человека из ничего сделать реальным президентом. Ну, Борис Абрамович не зря говорил, что он из любой обезьяны сделает. Мы причешем вашего наследничка волшебным телевизионным гребнем и начнем потихоньку выводить в люди. Мочить в сортире! Ой, разговаривает. В сортире мочить всех! Всех мочить в сортире! Мочить в сортире! Составляющая нового политического курса контроль над средствами массовой информации. На этой неделе идея управления ими обрела концептуальную форму информационной безопасности. Уже к концу первого путинского срока журналистика была изгнана из-за российских СМИ. Одних уничтожили физически, других выдавили из страны. Третьих, таких большинство, купили, сломали или запугали. В принципе, ведь прикрутить Боровика, Гусева и Гусинского, вот этих троих, и все. Далее можно управлять страной как угодно, да просто пофамильно, нету вам, нету никого вам на смену. 15 лет назад, когда Путин пришел к власти, первым делом он взял под контроль телевидение. Ныне первый канал «Россия и НТВ» используется в качестве инструментов для решения политических задач Кремля. Ну а теперь о самых первых комментариях силового захвата телекомпании «НТВ» и ухода с «НТВ» в знак протеста против всего произошедшего большого количества журналистов, сотрудников «НТВ». Поскольку физический захват «НТВ» был проведен под покровом ночи, откликнуться на него пока успели только электронные средства массовой информации. Новая охрана на входе – лица наших коллег, отказавшихся работать с новым руководством. Ведущий НТВ Михаил Осокин напоминает, что судебный процесс, в ходе которого будет решаться вопрос о принадлежности телекомпании, должен решаться в суде. На месте журналистики и СМИ в путинской России было создано нечто невиданное в мировой истории – медиафрении. О том, что это такое, чем медиафрения отличается от гитлеровской и сталинской пропаганды, и почему именно она стала одной из главных угроз современности, мы расскажем в этом фильме. В эти минуты мы пытаемся получить хотя бы приблизительную цифру, сколько человек участвует в митинге. Дело в том, что митинг уже продолжается час, люди подходят, по-прежнему подходят, и невероятное количество людей, я думаю, их значительно больше, чем пришло неделю назад, в общем, вызывает даже у нас изумление, я думаю, еще больше оно изумление вызывает у властей. СМИ 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 Уничтожив НТВ, Путин сломал хребет независимой российской журналистики. В стране началась новая политическая эпоха. Одно из первых преступлений путинского режима – возрождение института цензуры. СМИ Когда в стране выключили свет и звук, в темноте и молчании стало можно творить все, что угодно. Отбирать собственность, ликвидировать независимый суд и парламент, отбирать права у регионов и граждан России. Цензурное ведомство Роскомнадзор под руководством Александра Жарова ввело режим тотальной цензуры. 398-й федеральный закон начал работать с 1 февраля этого года. Генпрокуратура, вернее генеральный прокурор и его заместители вправе требовать от Роскомнадзора обеспечить блокировку сайтов, распространяющих экстремистскую информацию, сайтов, призывающих к массовым беспорядкам, организации массовых беспорядков и несанкционированных шествий и митингов. В списке заблокированных интернет-ресурсов к началу 2018 года было свыше 2 миллионов наименований. В числе первых были заблокированы Грани, Каспаров.ру, Ежедневный журнал, многие медиа, связанные с Ходорковским и другими оппозиционными политиками. Вселенским позором для российской власти обернулась попытка Жаровского Роскомнадзора заблокировать Телеграм, в результате чего были заблокированы 20 миллионов IP-адресов, а сам мессенджер продолжает работать. Цифровая война, которую Роскомнадзор объявил гражданам России, приобретает тотальный характер. В качестве следующего объекта блокировки Жаров уже объявил Фейсбук, а помощник президента Герман Клименко заявил, что Россия готова к закрытию Рунета. В результате тотальной зачистки информационного поля, большинство источников независимой информации были либо уничтожены, либо сменили собственника и руководство на лояльных Кремлю. В этом длинном списке Томская телекомпания ТВ-2, Коммерсант, Ведомости, РБК, Газета.ру, Лента.ру и многие другие. Известный российский интернет-портал Лента.ру заподозрили в экстремизме. Ситуация на Украине и интервью с активистом правого сектора стали причиной смены редакционного состава сайта. Сегодня у Ленты новый шеф-редактор Галина Тимченко, которая занимала этот пост на протяжении 10 последних лет, получила сообщение от собственника портала. В нем уведомление, что в ее услугах больше не нуждаются. Лента.ру практически повторила судьбу информационного агентства РИА Новости. В конце прошлого года там также сменилось руководство. Более того, само агентство, которое отличалось своим объективным взглядом на события, было ликвидировано, а на его месте создана Россия сегодня под началом известного прокремлевского журналиста Дмитрия Киселева. За период нахождения Путина у власти было убито 143 журналиста. Среди них Анна Политковская. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти, и в России, и в Чеченской републике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Юрий Щекочихин, Артем Боровик, Анастасия Бабурова, Наталья Истемирова, Пол Хлебников, Хаджимурат Камалов, Николай Андрющенко, Магомед Явлоев, Гаджи Абашилов. В России за время правления Путина воцарилась цензура страха. Многие из тех, кто хочет сохранить одновременно жизнь, свободу и верность профессии, были вынуждены уехать из страны. Нынешняя политика путинского режима – это политика, все более и более напоминающая политику такого неофашизма российского разлива. В Москве стало совершенно невозможно заниматься журналистикой, во-первых. Там нужно было идти на такие компромиссы, на которые я не был согласен. Я бы не сказал, что непосредственная угроза, просто у меня появилась информация о том, что сейчас, в данный момент, товарищи КГБ решают, что со мной делать, либо заводить уже дело и сажать совсем, либо махнуть рукой и пускай этот малахойный журналист в своем фейсбуке и дальше пишет, что хочет. Тем, кто остался, власть в лице одного из руководителей профильного министерства Алексея Волина четко объяснила, что задача журналистов в России – работать на дядю, который платит, а других задач у журналистов в России нет. КОНЕЦ Все нынешние милиции украинской, которая только что набрана из права сектора, вся дружно в свастике сидит, хайл показывает. Что буквально пару дней назад произошло? По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску бьявления прибили. Один прибивал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, вот это все, как ребенок исчезает кровью, крики, вызовы. Обычная запорожская школа номер 106. Детям, маленьким деткам в третьем-четвертом классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь это птица, символизирующая клятую Россию. Основной продукт, который производят российские телеканалы, это ненависть. Есть прямая причинно-следственная связь между беспрерывной ложью, потоком льющейся с экранов телевизоров о распятых украинскими силовиками мальчиках и изнасилованных восьмилетних девочках, порождаемой этой ложью атмосферой ненависти к Украине и ее народу, и теми тысячами россиян, которые вливаются в ряды оккупантов и убийц ДНР и ЛНР. И как только прозвучали слова, что за каждого убитого нацика они будут убивать 10 русских, ну сидеть, плеваться в монитор, телевизор смысла я не видел. И где для вас заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна? И наконец, чувствуете ли вы личную ответственность за возвращение этого термина, который только усиливает в обществе враждебность и раскол? Спасибо. Не чувствую никакой ответственности в этом отношении. И все мои действия направлены на то, чтобы сплотить наше общество, а не разделять его. Но лакировать все бесконечно тоже невозможно. Надо иногда вещи называть своими именами. Все, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это, затевает все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Есть прямая причинно-следственная связь между бесконечно лживыми фильмами об оппозиции, представляющими оппозиционеров раскленными предателями и многочисленными актами насилия над представителями оппозиции, включая убийство Бориса Немцова, совершенное демонстративно вблизи стен Кремля. Бойлон утверждает, Земля плоская, и единственной причиной существования НАСА является публичная пропаганда и продвижение ложной идеи шарообразной картины мира. Путинский телевизор целенаправленно работает на понижение интеллектуального уровня населения, разрушает логическое мышление, мораль, продвигает лженаучные идеи, мистику и чертовщину. Автор фильма «Плоская земля», в котором всерьез доказывается, что Земля имеет форму блина, получает высшую телевизионную награду ТЭФИ за лучший просветительский фильм. Хочу сказать, что рейтинги просветительской программе нужны не только на Первом канале, но и на канале РЕН-ТВ, на котором я имею счастье служить вот уже 25 лет. А потому... Спасибо. А потому порой у нас и Земля бывает плоская. Добро пожаловать на битву экстрасенсов. Мы начинаем самый масштабный в России поиск людей, обладающих паранормальными способностями. Поза льва. Обязательно делайте эту позу льва. Она делается так. Делаем вдох. И... Вопреки статье 14 Конституции России, закрепляющей светский характер российского государства, российские СМИ переполняют прямая религиозная пропаганда, а РПЦ фактически превратилась в Министерство государственной религии. Ну, а сейчас Новосибирск, где, похоже, намечается Тангейзер 2. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, с подачи которого спектакль сняли с репертуара, а директора уволили, нашел новую цель. Несколько, прямо скажем, неожиданную. Щелкунчик. Классический балет Чайковского, без которого многие не представляют Новый год. В российских государственных СМИ нарастает пропаганда сталинизма. Сталинисты получают трибуны на всех ведущих ток-шоу. Путинский телевизор искусственно создает властителей умов, надувая их из пустых мест. Так рождаются великие писатели Проханов и Стариков, выдающиеся мыслители Шахназаров и Кургинян, крупный экономист Делягин, историк Черняховский, маститые политики Никонов, Железняк, Яровая. Созданные из пустого эфирного места, эти дутые величины деформируют те науки и сферы, от имени которых несут в эфире всякую чушь, и засоряют этой чушью головы россиян. В отличие от нацистской и коммунистической пропаганды, путинская медиафрения не несет никакой идеологии. В путинизме нет образа будущего, нет плана достижения этого будущего, нет стройной теории и системы идей. Невозможно по аналогии с манифестом коммунистической партии или с Майнкамп написать книгу «Путинизм». Там не будет содержания. Единственная идея, которая продвигается путинскими СМИ, это сам Путин. Путин – это Россия, Россия – это Путин. У нас нет идеологии. У нас запрещена государственная идеология и страх возвращения коммунистической. У нас нет институтов, вырабатывающих идеологию. Орел двуголовый встрепенулся перьями И с высоты советского герба Увидел он, что в новую империю Ведет страну народная судьба И вновь вскипаем огненными бродами Неся Донбасс, Пальмиру, Карабах И тянем за собою нашу Родину В империю на сцепленных зубах Путинизм перевернул формулу Солженицына о том, что ложь прикрывает насилие. В путинизме именно ложь является фундаментом, на котором держится режим. Отсюда более высокий статус генералов путинских информационных войск в общей табеле о рангах, чем тот, который имели главные пропагандисты Третьего Рейха или Сталинского СССР. Трудно себе представить советского или нацистского пропагандиста, который бы полчаса выступая перед Верховным Советом или, соответственно, перед Рейхстагом, поучал бы главарей Сталинского СССР или Рейха, как им править своими странами, как это делал Владимир Соловьев, выступая на заседании Совета Федерации. Вы должны, отбросив эмоции, выработать такие законы, принять такие, утвердить такие законы, потому что, если угодно, вы последний уровень перед тем, как это идет на подпись президенту, который должен проверить каждый закон на его разумность. А чтобы его проверять, кроме всего прочего, необходимо задать вопрос, а какую сверхзадачу он решает. А мы не можем ответить на этот вопрос, потому что у нас в государстве нет идеологии и понимания. Трудно себе представить советского или нацистского пропагандиста, который приобретал бы недвижимость, посылал бы на учебу детей и ездил бы на отдых в те страны, против которых ведется информационная война, как это делают наши Соловьевы и Киселевы. Большой трехэтажный дом с мансардой. Перед ним небольшой причал, собственный бассейн, аккуратные сады и еще несколько нежилых построек рядом. Это и есть итальянский дом синьора Соловьева. Медиафрения – это гибрид постмодерной диктатуры. Это хвост, который виляет собакой. Путинские информационные войска имеют собственные интересы и умеют их отстаивать. Именно они не в последнюю очередь порождают войны и гонения на инакомыслящих. У России нет внешней политики. Вместо внешней политики и дипломатии Россия предлагает миру войну. В первую очередь войну информационную. Диверсионные подразделения путинских информационных войск «Раша Тудей» и «Спутник» умело используют проблемы и противоречия открытого мира. «Раша Тудей» и «Спутник» распространяли ложную информацию, клевету. То есть «Раша Тудей» и «Спутник» не вели себя как пресса и как журналисты. Они себя вели как органы влияния, органы пропаганды и лживой пропаганды. Не больше, не меньше. Действуя методами прямого подкупа политиков и экспертов, путинские информационные диверсанты успешно проводят политику шридеризации экспертного политического сообщества Запада, через него расклевая сознание граждан планеты, раскалывая мировое общественное мнение. «Если сравнивать с президентом США, то мы можем быть счастливы, что у нас есть такой, как Путин», заявил в интервью Дицайт бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В отличие от такого непредсказуемого популиста, как Дональд Трамп, глава Кремля мыслит очень рационально. «Частью путинских информационных войск их диверсионным подразделением стали пранкеры. Телефонные хулиганы Вован и Лексус, которые представят героями в российском телевизоре. Им посвящают передачи, берут подчеркнуто уважительное интервью». Российские пранкеры позвонили постоянному представителю США при ООН Нике Хейли под видом премьера Польши Матуша Моровецкого. Сенатор США Джон Маккейн, известный своей антироссийской позиции, неожиданно для себя узнал, что Москва готовит на него компромат. Якобы в порочащих политико-документах утверждается, что он работает на российские секретные службы и был завербован ими еще во Вьетнаме. Эту секретную информацию сенатор узнал от пранкеров Лексуса и Вавана, которые разыграли Маккейна под именем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Цель российской информационной войны запугать мир, убедить в готовности России уничтожить все человечество, если уж не удается завоевать доверие и уважение. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Представим, что надо поразить корабль противника в сотнях километрах. Расстояние от старта до цели такая ракета преодолеет за несколько минут. И никакие средства обороны просто ничего не успеют сделать. Мы принципиально обогнали американцев в этой гонке. А гиперзвуковая гонка это самый передовой край разработки новых вооружений. Но возможности ракеты Сармат значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем и воеводы. Сармат будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых. Цели медиафрении, разрушение морали и разума, война, ненависть, убийство. Чтобы научиться противостоять этой угрозе, человечеству надо прежде всего ее увидеть и назвать по имени. Крайне важно, чтобы мировое общественное мнение, международное журналистское и правозащитное сообщество убедились в очевидном. Те, кто работают на российских государственных телеканалах и во всех иных прокремлевских СМИ, не имеют ничего общего с журналистикой. К ним нельзя относиться как к журналистам, а к организациям, в которых они работают, нельзя относиться как к СМИ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ